Девушки отдыхают Я ничего не сделал Моушн-пикчер корпорейшн оф Америка представляет Производство Брэд Кривой и Рэдин Интертеймент Фильм Эрни Барбараша Жан-Клод Ван Дамм В фильме «Шесть пуль» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Решил развлечься? Пошли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что будешь пить? Сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это ты? Молодой собакой, сердце 69. Пароль. Невинность. Заткнись. Это платежеспособный клиент. Присаживайся. Деньги с собой? Да. Могу я сначала увидеть Сэшу? Вы мне не доверяете? Это... большие деньги за один час. Вы впервые в моей стране? Вы неразговорчивы? Меня это заставляет нервничать. Вы хотите, чтобы я нервничал? Нет. 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 Это хорошо. Нет. Нет. Саша. Хороший мальчик. Немного говорит по-английски, а? Один час. Да. Хорошо. Спасибо. У меня есть друзья. Друзья по всему миру. Даже в том маленьком селе. Мне позвонил друг и сказал, что у Сашиной мамы есть богатый двоюродный брат в Америке. У которого, как вы говорите, длинные руки. И его дядя нанял человека. Серьезного человека. Чтобы вернуть мальчика. Это ранит. Не только мои чувства, но и бьет по репутации и бизнесу. Я просто хочу мальчика. Я заплачу больше. Я люблю сделки. Но у тебя проблема. Ты видел наши лица. У вас та же проблема. Вы видели мое. Мое. Дей người. Мое. Я вообще. Мое. Мое. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Все хорошо. Я тебя не обижу. Ты меня прислала твоя мама. Тебя зовут Виктор, верно? Я пришел, чтобы вытащить тебя отсюда. Мы едем домой. Готов? Пошли. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пошли-пошли. Садись. У нас проблема. Никого не выпускать. Что-то не так. Никого не выпускать. Любишь фейерверки? Да. Они там! КОНЕЦ Алло. Внизу тебя ждет машина. Приезжай сейчас же. Ты мне должен. Что? КОНЕЦ 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 Я свою шею подставил ради тебя. Дал тебе информацию. Рисковал карьерой. Жизними членов семьи. И что ты сделал? Свою работу. Вытащил ребенка. Это хорошо. А как насчет этого ребенка? Сколько ей было? 14? А этой? Ей было 9. Может, 10. Знаешь, что эти ублюдки делают, если чуют, что на них скоро нападут? Они замуровывают девочек в стены. А ты ночью устроил тут взрывы. Первое, что они делают, избавляются от детей. Ты превратил парковку в чертов ад. И знаешь что? Огонь не самое страшное. Большинство из них задохнулись в дыму. Я знаю, что ты хотел как лучше. Но ты не коп. Ты солдат. А здесь не Африка и не Афганистан. Может, ты привык к жертвам, но я нет. Ты меня арестуешь? И что? Потереть работу, если начнут копать? Вот мой совет. Пусть полиция делает свою работу. Займись своими делами. Возвращайся в свой магазин. Шесть месяцев спустя. Кишинев, Молдова. До недавнего времени Молдова не была даже страной. Она была частью Советского Союза. А в Молдове есть свой язык? Официально, да. Но, как я прочел, это диалект румынского. Многие говорят и на русском. Надеюсь, тут и по-английски говорят. Это для нас? Все самое лучшее для моих девочек. Мило. Не хватает только папарацци. Хочешь папарацци? Подожди, принцесса. Сейчас будут. Так, отлично. Вот так. Да. Мне нравится. Ладно, хватит. Да. Ты такая естественная. Нет. Никаких фото. Никаких фото. Молодая леди недовольна. Вот так. Вот так. Отлично. Еще одну. Ладно, хватит. Поехали. Эндрю, я не спала 20 часов. Ладно, принцесса, мама устала. Папа осел. Но он наш осел. Вообще-то город можно узнать получше, если остановиться и все рассмотреть своими глазами. На прошлой неделе Лори Перкинс выложила свои фотки из Парижа. Думаю, я перещеголяю ее уникальностью и масштабом. Согласись, старики тупятся в новых технологиях. Хватит ругаться. Обещаю, Париж рядом не валялся. Давайте не будем о Париже. Сосредоточимся на этом городе. Да, мэм. Мясная лавка. Мясная лавка. Мясная лавка. Держите это лучшее. – Спасибо. – Пожалуйста. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Чёрт! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты и с этим парнем будешь драться? С белым. Он хорош. Он монстр. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Милая, в чём дело? Знаешь, ты мог бы хорошо зарабатывать как тренер. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Бэкки, я хорош в своём деле. Давай я тебе кое-что покажу. Видишь того парня? Он предпочитает бить с одной руки. Правая нога, правый джеб. Это его слабость, а противник этим не пользуется. Он не думает о длинном бое. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А ты? Конечно. Будь я с ним в клетке, победил бы его за два раунда. Поняла? Да, поняла, поняла. Ты профессионал. Готов вернуться? Конечно. Хорошо. А ты можешь применить свою суперсилу, чтобы тут появился вай-фай? Я пытаюсь загрузить фотки, но сигнал слишком слабый. Пап? Да. Попробуй на балконе. Там лучше ловит. Ладно. Хорошо, я в душ. Если связь не улучшится, попрошу другой номер. Хорошо. Ещё нам нужен лёд. Мама хотела поискать, но уснула. Пусть она поспит. Попозже сами спустимся и возьмём. Хорошо. Здесь ужасный сигнал. Да. На втором этаже лучше, рядом с морозилкой. Прости, что напугала. Я Амалия. Бекки. Приятно познакомиться. Ты на каникулах? Вроде того. У папы тут дела. Дай угадаю. Он адвокат? Он боец вообще-то. ММА? Шутишь. Это круто? Бывает, и круто. Эй, принцесса, как дела с интернетом? Бекки. 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 Ушла за льдом. Вернусь через пять минут. Что случилось? Ты разрешила ей выходить одной? Что? Нет. Вы дозвонились Бекки. Скажите что-нибудь хорошее. Бекки. Вернись, пожалуйста, в номер и перезвони мне, как получишь это сообщение. Давно она ушла? Не знаю. Я был в душе. Минут десять. Мы ее предупреждали. Скоро вернется. На этом этаже есть морозилка? Не знаю. Пойду поищу ее. Позвони, если она вернется, чтобы я убил ее. Лед. Извините. Я ищу 14-летнюю девочку вот такого роста, блондинку. Вы ее видели? Нет. Все в порядке? Да, это моя дочь. Просто вышла из номер. Она пропала? Нет, не совсем. Ладно, пошли. Привет. Привет. Я из 846 номера. Моя дочь не спускалась? 846-й. Мистер Фейден? Да. Это моя дочь. Она вышла за льдом. Простите, я ее не видела. У нас несколько машин для льда. Да, я их уже проверил. Я спрошу у коллеги. Я была занята, одному гостю стало плохо. Девушки? Нет, пожилой леди. Мистер Фейден, какие-то проблемы? Мистер Фейден ищет свою дочь. Когда вы видели ее в последний раз? Минут 30 назад. Может, вы хотите, чтобы я вызвал охрану? Да. Да, спасибо. Бекки! 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 Простите. Какого черта? Я ищу свою дочь. Вы ее не видели? Нет. Извините. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Международные новости. Пропала Бекки Фейден, дочь бывшего чемпиона по боям без правил Эндрю Фейдена. Полиция продолжает поиски. 14-летняя американка пропала 31 августа в Молдове, где ее отец ведет переговоры о возвращении на ринг. На данный момент поиски не принесли никаких результатов. Сегодня утром состоялась пресс-конференция, на которой Фейден и его жена Моника умоляли похитителей вернуть им дочь. Мы просим откликнуться любого, у кого есть хоть какая-то информация об этом деле. Мой промоутер объявил награду в 10 тысяч долларов любому за ценную информацию о месте нахождения Бекки. А мои друзья и моя семья подводят эту сумму. Бекки, если ты меня слышишь, знай, мы найдем тебя. Мы вернем тебя домой. Спасибо. Закрыто. Мы пришли не за мясом. Мы пришли, чтобы найти... Самсона Гола. Он умер. Вы уверены? Потому что нам сказали... Того, кого вы ищете, уже нет. Вы были в Легионе. Это вы, Самсон Гол. Простите, мэм, я не могу вам помочь. Слушай, приятель. Я не знаю, какие у тебя проблемы, и мне плевать на них. Нам нужна твоя чертова помощь, мужик. Наша дочь пропала. Она всего лишь ребенок, а полиция ничего не нашла. Полиция. Ваша единственная надежда. Деньги. Тебе нужны деньги? Слушай, это нормально. В этой стране все за деньги. Только будет... Достаточно для мотивации. Человек из американского посольства посоветовал поговорить с вами. Я похож на того, кто может вам помочь. Пошли. Пустая трата времени. Мистер Гол, прошу вас. Нам сказали, что вы лучший в таких делах. Слушайте, если вам нужен стейк, приходите ко мне. Если вам нужна ваша дочь, обращайтесь в полицию. И поверьте, вам лучше обойтись без меня. Пошли. Пошли. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пап, у нее заканчивается время. Ты нужен ей, согласен? И тебе это нужно. Я не могу. И ты не лезь в это. Тебе нравится видеть мертвецов? Да. Нравится их видеть? Если бы мне нужны были нотации, я позвонил бы твоей матери. Если ты больше не помогаешь людям, тогда ты просто чертов мясник. Твой дед был мясником. Людям нужно мясо. Тебе... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Мясник спасает детей от секс-торговцев. Субтитры сделал DimaTorzok Пип-шоу Вы не видели эту девочку? Она моя дочь. Посмотрите. Дай денег, я посмотрю. Дай денег, я посмотрю. Спасибо. Клуб Золотые девочки Дай денег, я посмотрю. Дай денег, я посмотрю. Привет, милый. Купишь мне что-нибудь выпить? Нет, спасибо. Ладно. Извините. Да? Эта девочка. Вы ее не видели? Нет. Вы уверены? Посмотрите получше. Женщина снаружи. Женщина снаружи, цыганка. Зачем тогда? Зачем тогда та дама сказала, что она ее видела? Мистер, эта цыганка пьет здесь три года, не посыхая. К тому же легко ошибиться. К тому же, легко ошибиться. Тут одни блондинки. Видите? Золотые девочки. Это наше название. А вы не видели ее где-нибудь поблизости? Она, как вы говорите, горячая. Горячая. Она моя дочь. И зачем ты пустила ее сюда? Я отвечу. Американская экономика в упадке. Они посылают детей на заработки. Если твоя дочь пришла сюда, значит, ты плохой отец. Что ты сказал? Ладно, парень, тебе пора. Американская, гроза лечо. Акрад в hiệnomer. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Вы только сейчас об этом узнали? Прошло два дня. Миссис Фейден, я понимаю ваше разочарование. Правда? Бекки может быть уже на другом конце земного шара. Выкуп не потребовали. Я на 80, даже на 90% уверена, что ее похитили торговцы людьми. Миссис Фейден, статистика в интернете говорит, что... Шансы спасти похищенного ребенка после 24 часов падают на 46%. Это меньше половины. Константин, оставь нас. Мистер и миссис Фейден, позвольте мне сразу перейти к сути дела. Я знаю, что вы наняли частного сыщика, мистера Самсона Гола. В данной ситуации нам пригодится любая помощь. На вашем месте я бы не доверял ему. Почему? Потому что он сможет добиться результата? И опозорит вас? Он не детектив. Он бывший мясник. Наемный убийца. Вы, правда, хотите, чтобы такой человек работал на вас? Я бы дьявола нанял, если бы он вернул нам нашу дочь. Надеюсь, вы не пожалеете о своем решении. Его последняя помощь обернулась смертью четырех девочек. Две возраста Бекки. Две моложе. Хоть мы работаем не так быстро, как бы вам хотелось, я хочу, чтобы вы знали. Найти вашу дочь живой – задача номер один для меня. И я подумал, что вам нужно знать все факты. Будем считать это вашим советом. Понимаю. Я попрошу, чтобы вас отвезли домой. Перезвоню вам позже. Перезвоню вам. Добрый вечер. Поздновато для доставки. Знаю. Но подработка никогда не помешает. Пожалуйста. Подпишите. Вот тут. Вот тут. Перезвоню вам. Давайте погодим. Подпишите. Давайте. Давайте. Ребята, смотреть в оба. Что-то не так с мониторами. Стой! Стой, стой! Кто охраняет задний двор? Встать! Какого черта? Вас надо спуститься в подвал. Кто они? Не знаю, но рисковать нельзя. Идемте. Идемте. Зараза! Эти чертовы русские! Вызови больше ребят! Уже! Пока ты этого не чувствуешь. Но это ненадолго. Это напоминание о самом важном человеке в твоей жизни на данный момент. Ты знаешь, кто я такой. Именно за этим я здесь. Мне нужен самый главный. Где она? Американская девочка. Не моих рук дело. Тогда чьих? Не знаю. Я не трогаю американцев. Плохо для бизнеса. Гребаные копы проводят рейды в моих клубах почти каждый день. Конкуренция. Кто желает тебе зла? Русские. Постоянно вмешиваются. Ты все еще жив. Потому что должен кое-что сделать. Я же сказал. Заткнись. Ты управляешь городом. Найди эту девочку как можно быстрее. И верни ее родителям завтра в это же время. Иначе я вернусь и вырежу твои глаза. Один за другим. Тебе ясно? Да. Да. Тебе ясно. Ваши паспорта указывают, кто вы. Теперь вы никто. Я много заплатил за вас. Теперь будете работать на меня. Раздевайтесь. Волнностью. Какая-то проблема? Пожалуйста. Я не могу. Следующий раз, когда слушаешься меня, я возьму нож. Вы знаете, что делать. Попробуйте их и за работу. Да. Да. Твой кузен делает слишком много шума. Заткни его. Сделка с Аль-Хабири может принести миллионы. Я все решил. Риск слишком большой. Заткни его, или я найду, кто это сделает. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Это я. Мне надо отследить один телефон через GPS. Это непросто. Надо идти на работу. Хорошо, иди. Я пришлю тебе номер. И еще. Мне нужна информация о ком-то или о чем-то под названием Аль-Хабири. Хорошо. Что-то еще, пап? Ты хотел, чтобы я вернулся, так я вернулся. Пока. Аль-Хабири Ну, что происходит? Планы изменились. Закрываем дело. Что? Богданов выходит из игры. Нет. Деньги очень большие. Этот старый дурак слишком богат и напуган, чтобы двигаться дальше. Теперь понятно, у кого тут яйца. Заткнись. И ты заткнись. Кому нужен Богданов? У нас есть товар. Девственница. Американка. Блондинка. Это то, что им нужно. Видишь? Это наш билет. Позвоним ему. И провернем сделку. Заткнись. До конца жизни хочешь ему прислуживать? Или хочешь получить хорошие деньги? Вот что я скажу, кузен. Повезло тебе с бабой. Стой, стой, стой! Я же говори. От умных баб одни проблемы. Пожалуйста. Что теперь я скажу твоей матери? Из... Да. СТОН 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 Стойте! Вот так и скажи. Пропустите его. Девочка. Ну, сам посмотри. Один из людей Богданова и его подружка. Здесь. Лица нет. Ты уверен, что это она? И сверяем ее ДНК с образцами родителей. Это Богдан. Он отменил сделку. Я слышал, как он отдавал приказ. И ты нам не позвонил? Конечно, нет. Ты же ковбой. Занимайся своими делами, мясник. Координаты помогли? Она была здесь? Да. Я не понимаю. Зачем они... Зачем они... В смысле... Если она... Почему они хотели... Похоже, похитители почувствовали давление. Побоялись, что их найдут. Думаю, кто-то слишком сильно прижал их. Мне жаль. Анализ, ДНК. Положите. Это она. Что-то неhiong. Думаю, eva. Я никогда. Продолжение следует... Это не твоя вина, пап. Не твоя вина. Ладно, пошли. Ты можешь идти, я в порядке. Лучше я останусь. Ты втянул меня в это. Ты знал, что я могу все испортить. Теперь девочка мертва. Это тоже твоя вина. Это не моя вина и не твоя. Убирайся! Пошел к черту! Пошел к черту! Пошел к черту! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мясник с чувствами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сделай это. Докажи услугу. Я здесь не для этого. Я пришел наказать тебя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты пришел в мой дом. Убил моих людей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Угрожал мне. Покалечил меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неужели ты хочешь умереть? Ты в порядке? Да. В любом случае, что ты тут делаешь? Я беспокоился за тебя. Девочка. Что такое? В чем дело? Ты поведешь. Поведу? Ладно. Девочка. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Держись от нас подальше Это касается вашей дочери Ты пьян? Убирайся отсюда! Дайте ему шанс Просто выслушайте Ваша дочь всегда носила браслет на правой руке Что? Бекки носила браслет на правой руке? Думаю, да На всех ее фотографиях Браслет у нее на правой руке Когда ее нашли Он был на левой Это постановка Все слишком красиво Девочка для них ничего не значит Они убили другую светловолосую девочку И выдали ее за Бекки Думаю, ваша дочь жива Какой смысл? Зачем инсценировать смерть? Все просто Они похитили американскую девочку И тем привлекли внимание Как заставить прекратить поиски И извлечь из этого выгоду? Инсценировать смерть И все перестают искать Но ДНК совпало Один человек, как ты сказал В этой стране все продается И все покупается Не сопротивляйтесь Доктор Думаю, вы помните Мистер и миссис Фейден Верно? Пожалуйста Что происходит? Ты нервничаешь? Я не понимаю Ты уверен, что наша ДНК совпала с ДНК девочки? Да, конечно Где моя дочь? Она умерла Прошу вас Кто тебе заплатил, лживый ублюдок? Пожалуйста Я... я не... Ты мне все расскажешь Или я торгу тебе яйца прямо сейчас? Кто тебе заплатил? Стеллу Это был Стеллу Кто это? Расскажу по дороге Нам пора ехать Пожалуйста Заткнись Сын Это я Мне надо знать, что Стеллу собирается сделать С похищенной американской девочкой Да, я сказал Стеллу И что его связывает Саль-Хабири Будь осторожен Прошу вас Даже Стеллу не может защитить тебя от меня Нам пора Дай Дай Привет, доктор Что? Простите, говорите громче Ваши зубы? Я понял Это печально Нет, нет, не стоит беспокоиться Благодарю за честность Я с этим разберусь Твой план Я все исправлю Я все исправлю Для начала Неплохо бы их найти Если этот мясник местный И он слышал мое имя Он понимает В какой трудной ситуации оказался А вот родители не понимают А вот родители не понимают Я найду их Буду признателен Потому что неупоминание моего имени в этом деле Для меня важнее Чем девочка И Аль-Хабири Чем все Надеюсь, это понятно Абсолютно Дай Официально Стелла занимает должность Министра обороны Но на самом деле Он второй человек в госбезопасности Тайная полиция Зачем ему похищать Бекки? Это я и хочу выяснить Мы не можем обратиться к начальнику этого Стеллу Тот, кто пригласил меня, знаком с премьер-министром Никаких телефонных звонков Никаких контактов Зачем им мы? Добровольно или под пытками Но доктор сообщил Стеллу, что мы знаем его имя Он будет защищаться всеми способами Чей это дом? Это безопасный дом Поживете здесь, пока не переведем вас в посольство Слушай, моя дочь где-то там И я не собираюсь прятаться Я не могу защищать вас и искать ее одновременно Приходилось пользоваться этим? Нет Мне приходилось Мой отец был военным Это безумие Нам не справиться в одиночку Я пойду в полицию Посмотрю, кому там можно доверять Если здесь появится кто-то, кроме меня и моего сына Застрелите его Люди Стелла могут отследить любого Так что никаких звонков и контактов Ясно? Ясно? Да Да Хорошо Откуда они у тебя? Что? Очки Они мои Теперь мои Подожди Хочешь их вернуть? А что взамен? Нет, не очки Мои остальные вещи Кошелек Телефон Мой тебе совет Не делай глупости Ты нужна им чистой для сделки Но помни Есть много способов воспользоваться девочкой Сохранив ее девственность Продолжай идти Ты с ума сошел Я слышал, что ты похитил Февенов Я их спрятал Их дочь жива Доктор подделал тест ДНК За этим стоит Стеллу Стеллу из госбезопасности? Зачем ему это? Не знаю Попробуй выяснить Если ты прав Зачем ты меня втягиваешь? У меня тоже есть семья Ты единственный честный коп, которого я знаю Черт Твои ребята? Нет Стеллу Ладно Я свяжусь с тобой через моего сына Я из полиции Госбезопасность Перекройте периметр Он где-то здесь Где он? Кто? Не надо играть в эти игры Никаких игр Я хотел взять его под стражу Но вмешались вы, и он сбежал Я так и укажу в рапорте Я так и укажу в рапорте Я не говорю Кто? Я тоже не могу Ясно Я не могу Прости, был плохой день Спасибо Черт, они рано Идиоты Идиоты Поехали. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бекки? Папа! Детка, где ты? Не знаю, в какой-то старой тюрьме. В стране. Слушай, Бекки, ты в порядке? Ты в порядке? Нет, да. Нет времени. Всего несколько секунд. Я не знаю, где я, но вы сможете меня найти. Возьмите мой компьютер. Что? Папа, делай, как я говорю. Я звоню со своего мобильного. В компьютере есть программа «Найди свой телефон». Принеси её, компьютер. Она на рабочем столе. Даже если я отключусь, вы сможете меня найти, пока батарейка работает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо. Молодец, принцесса. Ты гений. Ты не ранена? Нет, не совсем. Напугана. Пожалуйста, найди меня, папа. Мы найдём тебя, милая, мы тебя найдём. Мама! Всё будет хорошо, дорогая. Всё будет хорошо. Ты была права, принцесса. Старики не разбираются в технологиях. Пожалуйста. 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 Быстрее. Вон ищет. Кто-то идёт. Нашёл. Нашёл. Слава Богу. Пожалуйста, поторопитесь. Я... Бекки? Бекки? Бекки! 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 Нет, не надо. Если ты позвонишь, они найдут её. Отпусти, пусти меня Отпусти меня Отпусти Помогите Пожалуйста Помогите Спасибо Люди Стеллу отследили ее звонок Через пару минут у нас будет адрес родителей Хорошо Отправь туда парней Спорю на ночь с Мариной Что они сами сюда придут Вот она Черная 13, старая советская тюрьма Этот черт знает где, почти на границе с Украиной Сюда всю ночь ехать Может вызов полицию? Звони Голу Позвоним с дороги Ты просил выяснить, кто такой Аль-Хабири Да Оказалось, это шейх Мухаммед Аль-Хабири Главный финансист суданской армии После эмбарго он начал скупать новые образцы оружия И если он расплачивается некровавыми алмазами или другими камнями То счет составляет миллиарды Значит, Стеллу хочет заключить с ним сделку Да Тут осталось много советского оружия, которое можно продать И создать рабочие места в стране Причем здесь дочь Фейденов? Аль-Хабири коллекционер Девочек? Девственниц Говорят, ему нравятся блондинки Американские блондинки Чем моложе, тем лучше Значит, Стеллу? Хочет его задобрить Он даст то, что никто не смог Он инсценировал ее смерть, чтобы мы перестали искать Да Какой у нас план? Пойдешь к моему другу-инспектору и... Подожди Алло? Мне нужен гол Сейчас Фейден Фейден, почему ты воспользовался телефоном? Бекки звонила Она в тюрьме черная Что? Бекки звонила Она в тюрьме черная Ты меня слышишь? Бекки звонила Она в порядке? Мы сейчас едем к ней Нет Стойте Алло Ты меня слышишь? Похоже, мы сами по себе Да Черная номер 13 Старая советская тюрьма Сейчас абсолютно заброшена В 90 километрах от автострады Волга Там вокруг ничего нет Идеальное место для торговцев Да и для засады тоже Пошли Что теперь? Мы должны У меня идея Назад Частная собственность Частная собственность Простите, я заблудилась Есть у вас телефон? Частная собственность Я могу заплатить Вот Простите Американская девочка Блондинка Где она? Нет Говори, или я сверну тебе шею Четыре Строение четыре Ты Они забрали Бекки Возьми автомат Пошли У передних ворот Убит охранник Шевелись Пошли Стоять Оружие на землю Ладно Только не стреляйте Повернитесь Медленно Они у нас Они у нас Кончайте их Медленно Стоять Он увел Бекки в ту сторону Пошли Черт Простите, босс, мы не знали, что там мясник Пошли туда остальных Убейте их Подготовь девчонку Бекки! Пожалуйста, освободите меня Бекки, американская девочка, ты ее видела? По-моему, ее отбили в другое здание Куда? Через туннели Я могу показать Прошу, освободите меня Куда идти? Туда Теперь у них Таня Вы что, спите на ходу? Они идут через туннели Перехватите их у здания номер три И верните Таню, она мне дорого обошлась Осторожно! Газ! Назад! А-а-а-а! А-а-а-а! Паша, перекроем путь к северу У здания номер три Гаврил, подходи с юга Если они направятся к воротам Смотри Вот Они в северной части Они в северной части У здания номер три ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут повсюду камеры ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дергай за чеку И по сигналу Бросайте подальше Сейчас! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чёрт! Это мясник Он притащил целый арсенал Что? Я слышал, что у тебя проблема Я улаживаю её Я вижу Через час у меня не будет выбора Я сам приеду и убью тебя Официально У нас был уговор Девочка Сделка с Аль-Хабири Это становится неинтересно На меня давит Из американского посольства Начальник полиции Сует нос в мои дела На меня смотрят Косыми взглядами И мне это не нравится У тебя один час Чтобы всё уладить Или я сам Чёрт! Девчонка готова Переводим её Кирилл Босс Перекрой выходы Собери ребят Позвони брату Скажи, чтобы заняли позиции И там И там Больше я никого не потеряю Назад! Назад! Они отходят Что-то не так Алло Прежде всего я бизнесмен Всё это Обходится мне Слишком дорого Предлагаю обмен Твоя дочь На Таню Дай мне поговорить с Бекки Не вы тут устанавливаете правила Мистер Фейден А я Я отзываю своих людей Через пять минут Ты выведешь Таню А я твою дочь И совершим обмен Он предлагает обмен Нет! Я не хочу обратно Боже Ему нельзя доверять Это подстава Приведи её Быстро На позиции На громкую Алло Нет Это был пальчик Вашей дочки Мистер Фейден Если вы не приведёте Таню Через четыре минуты Я отрежу ей грудь Нет И ещё Кое-что В шести метрах от вас Есть камера Пусть мясник встанет так Чтобы я его видел Или сделка отменяется Что нам делать? Мы не можем просто Что не можем? Что не можем? Что не можем? Он мучает мою дочь Пожалуйста Пожалуйста Прости Бекки всего 14 Моя сестра Моя младшая сестра Катя Ей было Всего 12 Её убили И сделали так Как будто Это ваша дочь Она не сделала Ничего плохого Она просто Подошла по росту И цвету волос Что нам делать? Они готовят засаду Ты мне заверяешь? На месте Все на месте Да Мы выходим Хорошо Одно неверное движение И твои родители умрут Поняла? Моя младшая Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Стоп Стоп Обмен Сейчас Сейчас Убей их Убей их Убей их Убей их сейчас Кирилл 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 Каврилл 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 Они оба мертвы Кирилл 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 Все вперед Убейте девочку и родителей Вперед Сейчас же Кирилл 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 Полиция! На землю! На землю! Полиция! Бросить оружие! Это полиция! Бросайте оружие! Или стреляем на поражение! КОНЕЦ 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 Это твои ребята? Да. Как ты узнал? Да, сэр! Спасибо, сэр! Обязательно! Спасибо! Большое спасибо! Твой сын очень убедителен! Посол и начальник полиции вышли на охоту! Брата начальника полиции когда-то допрашивал сам Стеллу! Молодец, парень! Спасибо! Я рад, что ты наконец обратился в полицию! Спасибо, будет точно недостаточно! Может, в следующий раз купишь у меня стейк? Может, когда вернусь для боя! Хорошо! Ладно, пошли! Пап, твои признаки все еще приходят? Пока нет! По крайней мере, пока работаю! Спасибо! БО위! БО위! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Простите, отец, ибо я согрешил. Я уже давно не исповедовался. Мне интересно, прощает ли Господь самые тяжкие грехи? Господь прощает. Я не хочу. А я нет. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова